Накануне крайне мощный удар по инфраструктуре телефонных мошенников нанесли опера уголовного розыска соседнего Пермского края при поддержке коллег из Татарстана и Челябинской области. Жуликовские потери личного состава, казалось бы, невелики, в СИЗО загремели только два человека, зато счет изъятого оборудования для интернет-телефонии идет буквально на тысячи, из-за чего теперь некоторые, так сказать, службы безопасности банков, а также самопальные майоры ГУВД из Москвы, имеют ощутимые трудности со связью. В то же время, меньше народу потенциально имеет шанс попасться на их уловки и резко обнищать. Сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Магнитогорска и Казани по подозрению в хищениях денежных средств задержали двоих мужчин. Полицейскими установлено, что один из соучастников прошлой осенью приобрел GSM-шлюзы, сим-карты и компьютерное оборудование с целью сдачи в аренду телефонных номеров в теневом сегменте интернета. В дальнейшем оказываемые им услуги IP-телефонии использовались мошенниками, и об этом злоумышленник был осведомлен. Вскоре дела его пошли в гору, понятное дело, за счет облапошенных, в основном стариков, и он расширил масштабы своей технической поддержки преступников, нанял еще и своего знакомого в качестве подносчика снарядов. Менять сим-карты в GSM-шлюзах, контролировать стабильность соединения с интернетом, в общем, обеспечивать бесперебойную работу конвейера по отъему денег у населения. По случаю нахлобучивания этой ячейки, злые языки частично потеряли дар речи, поскольку потери в технике, изъятой уголовным розыском главного управления МВД по Пермскому краю, составили энное количество компьютерных системных блоков, модемов, роутеров, сотни мобильных телефонов и аж 12 тысяч сим-карт самых разных операторов связи. Уголовное дело возбуждено. Оба специалиста по техобслуживанию, мошенников, до суда приняты на казенные харчи в следственную тюрьму.